твоей душе только что мне кажется проснулась целая банда которая на меня напала нет а да прости да есть конечно же небольшие косячки то что нет никакой информативности либо так либо вот так наташа все время хотел тебя спросить как давно ты была в китае потому что значит давно я туда не ездила не езжу ездить не буду почему потому что я острую кухню не люблю а вот суши они почему-то не готовят я у тебя не просто так спрашиваю про азию потому что вот этот вот автомобиль стал лучшим китайским кроссовером и называется он зотик упак да я поняла уже чему ты клонишь а я хочу сказать что мы прямо сейчас начинаем наше шоу задави авторитетом ставки ваши жирные лойсы и поехали ведущие обзор шоу задави авторитетом соревнуются кто лучше сделает обзор на автомобиль по пяти основным параметрам им предстоит испытать машину и свое искусство вождения после чего ведущие дадут оценку автомобилю побеждает тот чья оценка ближе к мнению экспертов однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии кто же победит в противостоянии полов скоро узнаем кстати наташа как давно ты водишь автомобиль сколько из этого времени ты ездишь с правами один месяц сейчас мы узнаем как ты водишь посмотрим вместе с нашими много уважаемыми зрителями и потрясающими экспертами уже не терпится посмотреть но больше мне не терпится представить давай мастер гаек ключа и всякой всячины сергей битяев и знаешь такой настоящий король дороги настоящий профессионал эксперт параллельной парковки под ваши аплодисменты владимир андрианов ребята в этом видео мы спрятали несколько пасхалок первые три человека которых найдут получат от меня 5000 рублей более подробно в описании к этому видео впереди новое задание я прочту я думаю ты будешь против да давай почему бы нет контент лично ну что ты готова мне очень нравится . итак первый вопрос максимальная скорость азотия купе а 198 б 180 в 220 километров в час твой вариант ответа максимальная скорость 220 неправильно это 180 километров в час и так в китае запрещено вводить в а широкополых шляпах в шлепанцах и в обуви на высоких каблуках что выбираешь обувь на высоких каблуках тормози 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 в шлепанцах в шлепанцах заключительный вопрос соберись где собирают автомобили зоти для российского рынка вариант а в казахстане вариант б да действительно откуда ты знаешь я там жила я тебе и сейчас на шею надену дурацкую штуку и буду тебя шмалять так что я тебя поджарю все правильные ответы ни одной ошибочки за цене один ответ самое популярное средство передвижения в китае это велосипед велосипед у них все на великой нет я был согласна это правильный ответ в какой стране не действуют российские водительские права бразилии венгрии в тунисе венгрии в тунисе в тунисе идем дальше за вождение в нетрезвом виде китайцев лишают прав на год 5 3 месяца 5 на 5 чего на 5 того что там написано один год пять лет на пять лет на на пять лет прости 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 что пошли пошли коль не шутишь просто изи к . только одна ошибка и то случайно сережек каждый мужчина может ответить на вопросы про машину тоже каждый мужчина может делать красивые комплименты женщин вот мне хочется проверить насколько ты оригинален будет в этом деле если мне не понравится комплимент я буду жать на кнопку слушай но у тебя шикарный бампер отличная рулевая часть это неправильный ответ это неправильный ответ я сказала неправильный ответ отлично выглядишь в твоих глазах можно утонуть я не буду, мне не буду все точно, у меня кажется, уже атрофировалось просто рука на, я отдаю тебе, ты молодец давай открывай задание потому что времени мало хочется пройти вот побыстрее туманность китая как ехать в тумане ваша задача проехать полосы испытаний с дополнительными подставками подставами от соперника перед вами коробка с красками устроите друг другу фееричную поездку готова? всегда готова, Сереж! ну все, китайский, как, кстати, по-китайски холли будет, не знаю поехали так я первый за руль, кстати я знаю, как китайская, я знаю, как чаевые будет, не хао я первый за руль, держи я тебе не хао потом оставлю, ты чаевые ты давай работай с тазиком лучше а, так? удачи блин, вечно меня нагревает, делает, что хочет, а я, ну я ему сейчас усну ты сумасшедшая, что ты делаешь? отойди с дороги, с дороги, с дороги, с дороги, не вижу, не вижу, не вижу откуда, откуда, откуда у нее столько белого порошка? нет, нет, что она делает? я сумасшедшая я все из гамнички с дороги уходи, уходи Наташа, Наташа, будь аккуратней, ничего не вижу в твоей душе только что, мне кажется, проснулась целая банда, которая на меня напала иди обнимемся оу, аккуратно хорошо, договорились слушай, ну это вашу ручку я, пожалуй, самостоятельно это реально было опасно, потому что в какие-то моменты я видел, как-то выбегаешь и не собираешься ходить в сторонку скажи мне, что я прекрасно выгляжу и и иди хамелеон, мое любимое животное удачи удачи получаю, бой тебя за все держи сейчас наеду ему на ноги аааааа будешь знать вот так вот бухгад он прям разошелся очень красиво мне нравится, мне пока все нравится сыпь не хочу называю это вот, получи, получи вот это испытание не, ну Наташа неплохо держится сейчас выйду по шее и тебе дам ну как тебе я не знаю, как ты дышал я чуть не задохнулась короче, эмоции такие, знаешь, вообще просто яркие обнимемся обнимемся? теперь то можно буду откровенен мне, как человеку, выросшему на черкизовском рынке, словосочетание сделано в Китае всегда как-то настораживало по-моему, я обрела подружку ее зовут ее зовут Зотя Зотя Купа посмотрите, какая она красивая когда на него смотрю, у меня, честно говоря, возникает двойственное ощущение с одной стороны, это Китай а с другой стороны, это клевая тачка давайте пройдемся вокруг и посмотрим, какие ништяки приготовил нам Зотя во-первых, неплохие габариты мне все нравится геометрия отличная посмотрите, какая красивая попа у Зоти огромную просто даже я помещусь в нее нет каких-то, знаете, накладочек, веревочек, это тоже довольно удобно и открывается очень легко для меня, как для хрупкой девушки вуаля ребят, ну что могу сказать это, если Китай, то это, наверное, лакшери Китай потому что с первого взгляда я вижу то, что нафарширована тачка по полной программе отлично, слушайте первое, что я почувствовал, это отличный материал, из которого сделано сиденье не знаю, кожа это или кожзам, но довольно приятное сразу хочу сказать, что здесь у нас есть специальные фиксаторы для того, чтобы вы не вываливались для меня человек с весом 74 килограмма это, возможно, не очень актуально но кто знает, сколько весите вы ну она безумно классная потому что я как только в нее села я почувствовала эту машину я почувствовала этот руль, что он надежный она вот такая вся гладкая, нежная все так аккуратно выполнено каждая, не знаю, циферка сделана с душой, с любовью по поводу пластика, пластик довольно качественный, приятный на ощупь и не оставляет каких-то явных следов это тоже радует зеркальце все к зеркалам я не могу успокоиться, но важно, чтобы было зеркало скажи, класс ну реально крутое зеркало не вот это вот, да, которое там можно два глаза по очереди как будто бы ты подглядываешь, а не смотришь на себя а здесь вот, ну, пожалуйста можно прям крутой мейк сделать и не запариться ну что у нас здесь? здесь у нас все хорошо потому что сразу видно то, что мультимедиа в полном порядке огромное количество кнопок все разбирать не буду но сразу видно, что сделано добротно также у нас есть прекрасный подлокотник, который открывается с помощью кнопки сюда можно положить все необходимое два подстаканника вход USB, AUX, поэтому без музычки не останетесь единственное, что меня смущает, это иероглифы но это вроде наклейка и все отдирается я должен признать, что эта тачка имеет свой стиль и выгодно выделяется среди китайцев, которые я видел до этого посмотрите наверх блин, ну это еще плюс десять огромная панорамная просто картина мира и можно наслаждаться солнечными лучами, каплями дождя как летают самолеты, как летают птицы давайте заглянем в бардачок бардачок обит каким-то велюром круто, но должен отметить что они очень большого размера сюда с трудом поместились две коробочки с запасными частями видимо китайцы еще пока над этим работают двери ну двери нормально тоже закрываются ага, отлично здесь есть беспроводная зарядка для телефона беспроводная то есть не нужно вот париться, постоянно искать где, чего, куда вот-вот просто забежал, кинул сидишь красишься телефон заряжается как водитель я доволен давайте посмотрим, как чувствует себя пассажир сзади сзади довольно просторно можно вытянуться на этом шикарном диване по высоте мне все нравится с моим ростом здесь вообще идеально для людей, которые повыше тоже будет комфортно ну на крайняк можно будет открыть люк так, подлокотничек у нас откидывается буду откровенен мне кажется, он немного липковат поэтому с ним нужно быть поаккуратнее колени у меня не упираются при том, что мне было комфортно сидеть на водительском сидении здесь у нас есть еще обдувы прекрасных целых два дети не будут спорить кому тепло, кому холодно есть вот такие вот простые сеточки но они довольно комфортные и эргономичные всегда большая интрига смогу ли я открыть капот быстро здесь без проблем отлично он открывается самостоятельно первый сюрприз здесь есть огромная вот такая вот панель которая закрывает некоторые внутренности автомобиля наверное связано это с тем, чтобы со временем те детали, которые находятся внутри они не расшатывались хотя мне кажется со временем сама эта панелька тоже может расшататься переходим к оценкам первое двигатель и расход топлива тачка разгоняется до 100 км за 10 секунд движок 1.5 поэтому моя оценка 8.5 амортизация ну шикарная прям плавненько всех полицейских мы с Зотией обошли все бугорочки, все люки объехали ну так складненько и ладненько прям душа в душу проходя испытания сделал для себя вывод то что мягкость подвески примерно 8-9 баллов поставим 8.5 ну и вообще управление здесь тоже неплохое поэтому 8.5 баллов улетает Зоти Купа комфортность салона на десятку будем откровенны тачка хороша но это не Мазерати поэтому удобство и комфорт 9 баллов очень неплохой результат если бы не подлокотник сзади я бы поставил наверное 10 но пока это твердые 9 баллов и вот так чтобы честно положа руку на сердце сказать что прям по всем параметрам твердая десятка снаружи 10 багажник огромный соотношение цена-качество твердая десятка я считаю что за такие деньги она полностью оправдывает ожидания самая навороченная комплектация обойдется вам примерно в миллион триста мне кажется за такие деньги с таким качеством с такими прикольщиками внутри и внешним видом это нормальные деньги девять баллов на-та-та-ра-та-ра-та-ша про-проиграла на-та-ша слила а-а-а сколько раз повторяла тебе Сергей не тырь ты эти знаки с этих дорог слушай Наташ ну сейчас у меня есть действительно повод для того чтобы пойти на кражу потому что впереди у нас голосование и мы определим кто здесь папочка так друзья голосуйте сделайте правильный выбор держите конус передавайте его по кругу опускайте синие квадратчики а сейчас мы будем слушать что наш эксперт Сергей Битяев скажет по этому поводу хорошо или плохо мы сделали наши обзоры да 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 искренне действительно искренне делали этот обзор вот есть конечно же небольшие косячки то что нет никакой информативности вот ну в принципе может быть она и не нужна но тем не менее мы поставили свои оценки первое так понимаю комфортные салоны я хочу добавить ну в эту как так сказать тему не комфортный салон а и красоту интерьера и как себя чувствуете там взрывно то что ну 10 да мне нравится здесь мы с вами Сергей сошлись да а я как человек высокий сразу скажу машина азиатская и азиатские люди они зачастую низкого роста и в данном автомобиле регулировка руля по вылету на себя она отсутствует и мне это не очень понравилось поэтому я тут уже поставил первый минус второй минус это информативность панели приборов они очень красивые такие прям аккуратненькие но шкалы уже очень маленькие в отсутствие например проекции на лобовое стекло тяжело видеть реально вот то ли 80 то ли 100 вот в этом промежутке ты можешь реально запутаться где сколько может 90 в целом кресло удобные качественные материалы действительно я тоже отмечу что и пластик хороший нет запаха присущего зачастую китайским машинам поэтому я поставил 7 следующая мощность двигателя да мощность двигателя да ну тут наверное и я и ты будет одинаково оценка ну честно вам говорю мне лично мне лично кроссоверы ну им они тяжелые им нужен мощный двигатель им нужен крутящий момент крутящий момент очень мощный чтобы она разгоняла чтобы динамика была но это лишь мое мнение в принципе для городского цикла этого двигателя достаточно но так как я люблю все таки быстро более быстро машины я поставил 8 оценка сергея 8 моя 7 плюс-минус это субъективно но не 10 дальше у нас мягкость подвески ну тут как сказать мягкость подвески исправишь меня да конечно подвеска она не может быть это тоже подвеска это субъективный параметр у кого-то она мягкая кому-то она жесткая она энергоемкая должна быть в целом здесь в этом автомобиле подвеска весьма энергоемка здесь у нас абсолютный паритет мы поставили 9 твердую девятку удобство управления это же все вместе да твое ощущение когда ты едешь за рулем поэтому все мои минусы из комфортность салона я перенес сюда то есть в целом машина едет разгоняется тормозит рулит хорошо но вот либо так либо вот так вот и все таки в городе в городе в городе ездим нам нужно следить за скоростью сложно следить за скоростью поэтому 8 два минуса я всегда думал о цене я всегда думал о цене и не только ты поэтому я ставил такие высокие оценки потому что конечно же можно поставить двигатель помощнее можно еще много чего сделать вылет рулевого колеса абсолютно но вспоминаю про стоимость данного автомобиля я думаю то что они его сделали очень хорошим и поэтому соотношение цены и кайф для меня высшая просто высшая оценка 10 баллов я полностью солидарен в отношении с Наташей а я и с Наташей и с тобой это топчик 10 из 10 я супер отлично очень было приятно выслушать ваше мнение да я для себя тоже много чего подчеркнул друзья мы все посчитали в общем после наших обзоров Наташа поставила в среднем у меня твердая десятка ну а у меня 8 и 7 оценка наших экспертов 8 и 8 а это значит что моя оценка была ближе к оценке настоящих профессионалов ох не могу не согласиться да что есть то есть но у нас еще остается мнение наших зрителей и я знаю что ты уже посчитал голоса и я готова принять свое поражение Наташа 40 процентов это практически половина отличный результат но у Сережки то 60 процентов ну а это значит что второй балл улетает в мой невидимый кубок уверенная победа но было неплохо Наташа хотя может и получше ах оставьте меня Сергей пойду посижу в ЗОЧ дорогуши наш выпуск подошел к концу подписывайтесь на канал ставьте лайки надежда умирает последней и я искренне надеюсь что все таки я выиграю хотя бы в комментариях поэтому пожалуйста поддержите меня друзья не забывайте если вам бибикают сзади то вы возглавляете пробку до скорых встреч пока пока пока